покажу как буду делать напиток из травы к ска свой обычный покосил траву в основном это пырей с небольшими добавлениями других трав понадобится 3 литровая банка перчатки наполню сейчас банку травой буду это делать в перчатках потому что иногда попадается квартка крапива чтобы не обжечься плотно набил банку для простоты будем считать то что набил пыреем ну а так тем то что в том числе было рядом ополоснул траву залил ее водой и поставил банку на солнце дня три теперь буду ждать пока это все заквасится прошло три дня напиток думаю что готов если трава сверху открывается нужно подливать воду закрывать ее сейчас буду процеживать отделять напиток из трехлитровой банки жидкости получилось чуть меньше чем 2 литра травник по вкусу получился интересный но пока до конца я его еще не распробовал до этого делал по аналогичному рецепту но с добавлением закваски и сахара на 3 литра либо на 9 литров неважно добавлял 3 столовые ложки сахара размешивал и столовую ложку закваски хлебной с закваской и сахаром мне не очень понравился потому что он получается достаточно кислый быстрее приготавливается но по вкусу кисловат просто с сахаром без закваски получается очень интересный вкус вкусный трава приобретает какой-то фруктовый оттенок интересно сахар как такового там уже в конечном продукте становится незаметно потому что бактерии его перерабатывают но по вкусу больше всего мне пока понравился как раз продукт на сахаре но посмотрим может быть к этому тоже привыкну надо его распробовать потому что вот так вот без сахара может быть он будет даже более целебный в процессе настаивания вода может пытаться вылезать наружу и и есть смысл подталкивать утрамбовывать какой-нибудь ложкой так же как и при приготовлении других крок васов есть риск что все это перельется поэтому нужно либо не доливать до конца либо вниз подставлять какую-то емкость тарелку в ту же самую траву залил воду еще раз поставлю на солнце посмотрю какая будет вторая вытяжка если получится то можно будет попить если не особо получится то можно будет подкормить растения это вторая вытяжка тоже получилось вкус примерно такой же как и в первый раз чем-то напоминает каркаде но не особо не не такой кислый не уверен то что там еще все дезинфицируется как нужно потому что это все-таки не квас но на вкус интересно как такой холодный чай получается все-таки лучше делать начинать с сахаром вот это у меня квас с сахаром я делал это как раз получается квас здесь кисленький вкус и скорее всего он понравится многим начинать нужно именно с него плюс тут скорее всего также происходит должная дезинфекция но если что потому что это квас кислая всегда все как положено но это такой напиток экспериментальный не требует ничего кроме травы вот но все-таки возможно есть смысл туда добавлять что-то дезинфицирующее типа гвоздики каинского перца чеснока чуть-чуть может быть тмина для того чтобы если какие-то патогенные микроорганизмы будут то они погибнут вот атака чисто просто вода и трава но не уверена то что это правильно закваску лучше не добавлять то есть если даже есть закваска то есть допустим хлебная закваска лучше не добавлять потому что портит вкус значит самый лучший вариант это просто трава а сахар и вода вот на 3 литра воды я кладу на где-то 3 столовые ложки сахара